здравствуйте мнение о последних видео канал окси новый день елена плюс ваня наши девочки все ходят по магазинам и хайпуют обе причем у них такие одновременные в параллель видео из магазина причем магазина окей кому это надо но видимо раз они записывают такие видео значит что-то кому-то надо видео окси заканчивается на том что они взяли что-то мороженое значит садятся в автомобиль и говорят окси вот мы сейчас с юрой будем есть мороженое и вы лена с вами вот каждый раз кажется а где вот этот у неё вот этот мифический андрей почему окси будет есть юры мороженое а лена только с вами ну ладно с окси мы я еще вернусь наша леночка она вчера знать и сделала такой день ее не было видно сегодня опять видео у нее притчи конечно это у нее стиль такой название она поменяла стиль видео сегодня была притча и потом нас советует там психолог светлана драган да потом как она покупает книгу бернар вербер это тот француз который он кстати больше популярен в россии я бы сказала да то есть чем у себя на родине во франции или вот где-то в канаде где в франкоговорящие ну то есть у лена такие она все пытается вот свою глубину показать какую-то то что она образовывается хотя бы стремление к этому это уже похвально но вы заметили как лена опять оттолкнула ребенка ваню своего когда ваня что-то к ней подходит мама вот эта венеция она проброс даже не глядя все иди у меня здесь мои пазлы ты остановись внимание ребенку деле посмотри что за картинка но ребенок спрашивает интерес проявил так вот вот это нет она сама будет какие-то книги покупать считать что-то делать пазлы собирать а ваня так себе расти себе ну хотя бы с вами она есть мороженое а где андрей в это время вообще непонятно пока их мама все пазлы собирает и собирает и у какая заботушка что-то там не ставится пазл не находится вот купила новый с венецией и там будет все полегче ну то есть забота этой женщины непонятно когда гуляет по магазинам вот это их очередная обязательно сказать нет ну вот я так то не пью но почему-то и окси или ног всегда подходят к полке с вином но ягод в этом как-то не разбираюсь сказала окси и приятно знаешь оксик что-то когда-то была в турции или в доминикане ты прям активно в этом была знатоком разбиральщицы в вине и в этих всех алкогольных напитках как только они пересекают границы рфа российской федерации у них резко теряется всех это как только они приезжают на отдых они так и знатоки алкоголя хотя лена не стесняется она так и сказал ой я в свое время столько вина поперепробовала вино домино это уже обычная тема по магазинам что вот опять юра у нас юра сахар на мистер сахар как сказала бы окси мистер как она там все шуга говорил но до этого окси всегда так знаете с чувством с достоинством горделивая держа осанку и голову она говорила мы вообще-то белый сахар с юрчиком ну вот практически не употребляем только там тростниковый кокосовый и тут здрасте нате бац юрчик там охоту открыла в нем инстинкт проснулся он ищет сахар причем уже в промышленных масштабах куда бы ни зашел он сразу идет к полочке к сахару соль уже закупать скоро будем у них скоро будут серии как он там с туалетной бумагой охотиться почему него такой инстинкт да вот купить продать здесь кстати мы поняли да почему просто что они делал в своем магазине они берут сахар по 90 рублей если возьмут как лена сказала им придется продавать по 120 30 плюс 30 рублей получается 30 процентов они делают наценку в своем магазине но бизнес не особо знать так интеллектуальный взял 30 процентов набросил на это и живут так вот юра все бубнит и бубнит бубнит и бубнит сахар там такой а пойдемте посмотрим и за юра то ли собрался самогонку из-под полы там у себя в этом продавать под подмосковье вот непонятно и вот от стремления он конечно объяснил сказал что-то у него в генетическая память когда он жил там где-то в тульской области его мама приезжала с электрички с колбасой с туалетной бумагой с сахаром но даже если посчитать что-то он говорит я по 70 рублей взял и прям он горд сам собой что он взял купил на 20 рублей дешевле но действительно ребята сколько вы едите этого сахара ну четыре пакета если вы съедите за год там ну пусть 5 20 рублей разница 100 рублей за год нет юра нашел себе вот забаву охотиться за сахаром они в турции знаете там спускали таксистом туда-сюда там не знаю тысячи полторы легко их это не напрягало пусть юра сядет он же такой у нас парень то акциями торгует пусть сядет и посчитает какая в этом разница а вот кстати вот этим высказыванием окси его с этой горделивой осанкой она видео значит сегодня говорит я в прошлой жизни была царицей но вот не меньше ягод также все люблю блестящее звенящие ну так и хочешь сказать оксаночка может и какой-то я не знаю это и цыганкой была вот лена кстати он лена же такая с голубыми глазками да а у оксанки у нее действительно такая вот она чернявая какая-то такая вот громкая может правда к любой национальности отношусь хорошо но то есть ну почему бы не цыганка например мы же не знаем кто но родной папа окси но вот она при себя такой я говорит царица была в прошлой жизни и здесь же ой что-то там попкорном пахнет попкорн хочу и в кино ну прям царское дело окси и кто-то может сказать какой юра хозяйственный такой мужичок хорошие ну я бы так точно не говорила если сесть и посчитать вот цена его суеты то есть вот этот выхлоп экономия крайне незначительная юра сядь посчитай нет ему главное быть вот важным ему главное вспомнить себя в детстве но он все равно же он же мужчина в возрасте да а как приятно окунуться в детство вот это вот за дефицитом погоняться у него азарт и с сахаром и с ценой на сахар это связано очень опосредованно девочки делают эти видео для контента ой-ой-ой какие цены но в магазине тогда у вас какие цены если вы берете по вот этим ценам то чтобы мы видим на ценниках вот практически такая у них цена закупа и делают еще плюс 30 процентов то есть когда у них в магазине сахар по больше 100 рублей их это не удивляет а когда самим приходится леночка значит ой все значит вот орехи сейчас это будет прям для нас удовольствие недостижимое опять по части того вот ее вот этой продуктовой корзины то что берет лена для вани блины мороженое то есть все такое калорийное хотя если подать и она говорит 27 марта у нас выходной так ну встань утречком мамочка заведи блинчики постря по своему сыну расскажи ему про эту венецию от которой ты с которой ты его отфутболила но не вот это ли правильно будет ленок нет ленок лучше выходной на очередной и там 159 походы по магазинам у нее один один маршрут рыба и алкогольный отдел пазлы себе новые и потом сели поели вот вот и весь маршрут ничего интересного и они уже видимо то этой теме роста цен поняли что люди смотрят их видео и ничего больше хотя при этом она идет по магазину и говорит там ой какая цена на доширак удивила лена а вы что доширак ели вы такие все ну на вас бы мы не подумали что вы едите доширак интересуетесь его ценой ну а так понятно что юра послушает это видео что хочу сказать юрок не ведись на комменты не теряя бдительность без тебя страна цены на сахар могут улететь ввысь продолжай закупаться и следи юра не сходи с этого пути ну вот как то так хотя явно найдутся те кто юрика не как хозяйственного и экономного мужчину охарактеризует да назовет а просто что он такой злой какой-то жадный и я думаю он на оксе экономит а так чем бы дитя не тешилось ходи юра смотри сахар у оксана тоже какая забота ну вот сходили в магазин шмоточки опять лена смотрит сандалии только вот девочки в турции вы этим занимались покупали обувь и все одно по одному одно по одному единственное вот серьезно честно не смотрела их неделю вообще как момент очень расслабиться посмотреть что-то очень light light значит иногда хочется тупенькая тупенькая light light посмотреть девочки для этого нет плена конечно чуть-чуть с претензии да вот эти вот книги она психологов советует но принципе одно и то же посмотреть полки в магазинах причем окей как меняются цены иногда для расслабления будем девочек смотреть на этом все пока пока миру мир